Это видео называется «50 фактов обо мне». Но 50, мне кажется, это много, поэтому оставим только 30. Так, сейчас вышло солнце, мы переворачиваемся. Нет, не так, пойдёмте сюда. Здесь такое дерево живописное. Есть солнце – плохо, нет солнца – тоже плохо. Итак, начнём. Я не люблю откровенничать. Не люблю это делать ни в жизни, ни на видео. Что у меня на голове там? У меня есть ограниченное количество людей, с которыми я могу действительно быть откровенной, такой, какая я есть. Я не люблю зиму. Не люблю грязную осень и не люблю раннюю весну. А в целом мне очень даже нравится. Я люблю самолёты, пароходы и вообще путешествия, и даже автомобильные путешествия. И железнодорожные путешествия. Короче, я люблю все путешествия, и я просто обожаю вот это состояние чемоданного состояния. Обожаю состояние чемоданного состояния. Чемоданного настроения, правильно. Вы молодцы. Для меня очень важно жить рядом с водоёмом. Пусть это будет даже не самое осеннее море, а хотя бы самая осенняя река. Или даже самый синий пруд. Для меня это просто необходимо. Мне очень нужно где-то черпать энергию. И я её черпаю в воде. Я люблю кошек. Я терпеть не могу ходить по магазинам. Но я люблю интернет-шоппинг. И аллилуйя, спасибо всем тем, кто это придумал. Спасибо вам, люди. Теперь я полюбила шоппинг, сидя на диване. Я счастлива, что я живу в веке, когда всё так расцветает. Когда можно за тысячу расстояния общаться с человеком в виде его. Когда можно получать любые знания в интернете. Когда можно узнавать любую информацию. Когда можно работать онлайн. Короче, я счастлива, что я живу здесь и сейчас. Я родилась в городе Воронеж. Есть такой. Кстати, он не маленький. Я с 17 лет живу самостоятельно. Слава богу, родители все были живы на тот момент. Просто я так решила. У меня есть опыт жизни в другой стране. И я надеюсь, что я его скоро повторю. Я люблю смотреть хорошее кино больше, чем читать хорошие книги. Мой любимый цвет обычно синий. Но вообще всё зависит от настроения. Город, в который я хотела вернуться, это Соренто. Юг Италии. Я сладкоежка. Я ничего не могу с этим поделать. Но я научилась заменять неполезные сладости полезными. У меня нет любимого блюда. Потому что я привыкла готовить очень просто. И самое любимое – это стейк куриной грудки на гриле и свежий салат. И мне очень жаль, что я слишком поздно поняла, как это здорово. Хочу быть жаворонком. Я хочу научиться вставать рано. Но, к сожалению, мне проще заснуть позднее, чем встать раньше. Я люблю посмеяться. Причём всегда и над всем. Просто мне так легче. Я не люблю в людях невежество и хамство. Моя первая сбывшаяся мечта была уехать жить в Москву. В 17 лет я это осуществила. Первый раз я поехала за границу в 23 года. Я сама заработала на эту поездку. И это был Египет, Красное море. Я не люблю массовые мероприятия. Я не люблю большое скопление людей. Просто не люблю. Мне некомфортно себя чувствую в общей массе. Я человек настроения. Когда у меня есть настроение, любое дело у меня горит. Когда настроения нет, мне проще ничего не делать. Посмотреть хорошие фильмы или просто гулять. Я люблю планировать. Записывать, ставить задачи, находить цели и идти к их выполнению. Хотя, когда у меня настроение спонтанности, я могу делать что-то спонтанное. Потому что я, правильно, человек настроения. Я умею хранить секреты. Я уже лет 8 веду свой блог в ЖЖ. И каждый год 13 июня я снимаю один день из моей жизни. Я люблю делать что-то руками. Это очень разгружает голову. Голову. Да, это разгружает голову. Будь то вязание или любая физическая работа. Мой первый автомобиль, мой собственный, появился у меня в 30 лет. Это был мой подарок мне на день рождения. Моя первая квартира была в 24 года. Это была квартира в Египте. Честно говоря, до сих пор я немножко жалею, что пришлось ее продать. Я очень ленивая. Поэтому я все стараюсь делать быстро. Я меняла свое имя. Имя, которое дали мне родители, мне всегда не нравилось. Поэтому, когда я переехала жить в Москву, я поменяла имя. Вот такие факты обо мне. Я надеюсь, их набралось 30. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!